Снег на крыше, на крылечке, солнце в небе голубом. В нашем доме топят печки, в небо дым идет столбом. Как бы дети в детском саду сказали, какое время года? Зима! И были бы совершенно правы. А что не так-то? Печка есть? Есть. Дым идет? Идет. Снег мы тоже с утра видели, две снежинки слетело. Зато у нас кошек и на крылечке, и на крыше насыпано. И на календаре 6 декабря. И мы готовимся к Рождеству. Всем привет, мои хорошие! Всем привет! С вами Надя. Пока одна. Сейчас Хельмут подойдет. Я просто хочу немножечко поболтать. Он, как всегда, говорит, начинай сама, а потом уже и вместе будем. Во-первых, хочу объяснить, почему мое предыдущее видео вышло так поздно. Я его не могла никак загрузить. Во-первых, я его не могла никак, как сказать, соединить, там кое-какие части. Не знаю почему. Все-таки у нас какая-то проблема с интернетом, и мы никак не разберемся. Я намучилась сегодня. Я вообще думала, что я его не выставлю. Потом у меня почему-то YouTube загнал его в детскую, в видео для детей. Ничего не нажимала, никуда не отправляла. Делала все как обычно. Видео, смотрю, вышло мое видео, видео для детей. Я убрала его и еще раз перезагрузила. И сейчас оно уже опять вышло, и мне пишут авторские права. Селечка, чего тебе, сынок? Иди сюда. Чего ты? Разобрала я твой вертеп. Подожди немножко. Ну, блин, пришел. Пришел хозяин тайги. А я его разобрала. Думала, хоть одна на диване посижу. Что никто мне мешать не будет. Селень. Ну, иди полежи вот так просто. Иди. Все. Уши вот так. Недовольны. Гиббит эту мысль. Гибб. Айн пекли, удар. Эт вас. Сейчас Хельмут его покормит. Он хоть на немножко успокоится. Какой капризный кот стал. Это ужасно. Ладно. В общем, с видео я разобралась. Загрузила. И смотрю, вы уже посмотрели. Вот. Сейчас тоже вот это видео. Не знаю. Просто хочу предупредить. Возможно такое, что оно выйдет поздно. Я стараюсь выпустить его с утра. Потому что мы с вечера с Хельмутом записываем. Я кормлю всех своих домочадцев. Отправляю по кроватям. Наливаю себе чай. Кофе немножко, если спать хочется. Включаю печку. Включаю маленькую лампочку. И сижу, монтирую видео. У меня всегда все гладко получалось. А тут, видите, вот такая ситуация. Ладно. Все будет хорошо, я так думаю. Я сегодня хотела с вами про Вертеп поговорить. Я говорила, что нашла уже видео. Наверное, два года назад мы ходили гуляли. Как только приехали. Или в позапрошлом году в декабре. Ну да, два года назад уже получается. С Дайной гуляли по деревне. И вот она меня повела туда, где призепи. Сделали там внизу, где у нас конюшни. Мы с вами туда еще сходим. Вот. И там было призепи. Но оно было не живое. Было из фигурок. То есть вот этот вертеп. Вот. И я сделала видео. Правда, видео там очень длинное получилось. Ну там наши дела. Как мы гуляли туда, ходили сюда, ходили. То есть я вырезала, укоротила. У меня получилось где-то на три минуты. Как раз посмотреть. Хватит определить, понять, что это такое. Вот. Я прошу сразу прощения. Видео такое, но обыкновенное. Не сделано было для выкладывания на YouTube. Тогда у меня еще и канала-то не было. Так что если там будет немного потряхивать, подрагивать. Это я просто шла по дороге. Смотрела, снимала. И рассказывала. Я подправляла, по-моему, это видео двум-трем друзьям. Вот. Чтобы понять, объяснить, что такое призепи в Италии. И вот теперь и вам объясню, что такое призепи. Призепи пошло с 1223 года, когда Франциск Азийский, самый почитаемый святой в Италии, никак не мог объяснить своим прихожанам, что такое, ну вот объяснить рождение Христа. Как оно происходило, это рождение Христа. И соорудил в пещере такие импровизированные ясли, набросал соломы, поставил фигурки осла, мула, по-моему, там кто-то там, бык или мул, вот, фигурку Иосифа, фигурку Марии, положил младенца в люльку. И, в общем, вот прихожане тогда поняли, им так понравилось, он там еще каких-то зверюшек, потом трех волхвов поставил. Кстати, волхвы ставятся 6 января, потому что, когда праздник, ой, забыла, как праздник-то называется, честно говорю, ну, потом скажу. Я обычно, я обязательно что-нибудь забываю, ребят, потому что у меня нет бумажки, я не по-написанному читаю, я рассказываю от себя. То, что вот знаю, то и рассказываю. Кстати, вчерашнее слово «Имбирь» мне уже Лена подсказала, но я вчера посмотрела и целый день пою песню. Патака с имбирем варил дядя Симеон. Знаете такую песню? Тетушка Арина кушала, хвалила, а дедушка Елизар все пальчики облизал. Все пальчики облизал. Хельмут смеется, сидит. Ладно, отвлеклась. Вот, и про 6 января тоже вспомнил, потом расскажу. У нас еще будет время поговорить. Хочу только сказать, что есть два названия. Есть вертеп, а есть призепи. На юге Италии, кстати, называют призепи, а вот здесь, в северных районах, призепио. Вот, вертеп – это со старославянского в переводе вертеп, пещера. А призепио – это ясли. То есть не зря вот в некоторых интерпретациях, у некоторых, даже вот народов, у некоторых народов разные вот истории. В одной, то, что Христос родился в пещере, вертеп, или то, что Христос родился в призепи, в яслях. Вот. Ну, у вертепа еще два значения, вы знаете, да? Одно значение вертеп – это как типа театр. То есть тоже ярмарки были, вот, рождественские, рождественский вертеп. То есть двухэтажные домики носили с этими, с куклами, кукловоды, или на веревочках, или так. Вот. И ставили сценки из бытовой жизни, из жизни, в общем, бытовые сценки. Вот. Потом, как делается призепи? Если правильно его составлять, дело в том, что можно самим сделать его. Люди сами делают. И сейчас много очень готовых можно купить. И дорогие, и каких только нет. И выставки, и соревнования по изготовлению призепи. В общем, за эти 800 лет, или сколько там, с 1223-го? Ммм, сейчас 23-й. Это тысяча лет. За тысячу лет столько уже придумали всего. Есть живые призепи, есть призепи изо льда, или всего прочего. В общем, что я еще почитала? Читала сегодня много про призепи. И почитала, что красивые очень призепи делают в Генуе. И какое-то время назад, лет сто назад, самым лучшим изготовителем призепных фигурок, вот для призепи, был мастер из Генуи. Я не помню, как его зовут. У меня не запоминаются эти итальянские имена. Это не важно. То есть просто я хочу сказать, что можно будет съездить в Генуи. Олечка, подружка моя генуэзская, если ты меня смотришь, солнышко, я знаю, что ты меня каждый раз смотришь, готовься, придумывай места, куда мы с тобой сходим, пофотаемся, видео поделаем, и моим любимым подписчикам покажем. Вот так, друзья. Я сейчас пока заканчиваю. Вот, подошел Хельмут. Мы сейчас выпьем чего-нибудь вкусненького. Угадаю я сегодня или нет. Вот. И что мы будем делать? Подарки открывать. Надеюсь, что хоть чего-то сегодня будет нормальное для меня. Вот. Про призепи я буду еще рассказывать, рассказывать и рассказывать. Вы сейчас посмотрите. Я потом свое же видео прослушаю, что я сказала, что не сказала, что пропустила, потому что информацию я сегодня накопала. Большую-большую-большую энциклопедию можно написать. И если все рассказывать в одном видео, это мы с вами должны будем поспать и опять говорить. Поспать и опять говорить. Так что сейчас мы просто распрощаемся до следующего сюжета. То есть мы сейчас будем открывать напиток и открывать подарок. Но пока я готовлю воду, пока я все тут готовлю, хельм подойдет, вы посмотрите маленьких трехминутный видео, фильмик, мой фильмик такой самодеятельный, про наши призепи. Это не в Муранегу, это получается уже в Селе. Дайна живет в другой деревушке рядом с нами, Села называется. Так вот в этой Селе вот и было это призепи. В этом году, наверное, тоже, но я уже просто сейчас не могу пойти. Вот Таня у меня не ходит, в смысле не хочет. Она ходит, что-то я сказала, не ходит. Хочет. Вот у Дайны плохо со спиной, одна я не пойду. И потом я туда пойду, но пойду только на конюшни. Не то ради вас, показать, как там устроены конюшни, как живут лошадки, покормим их. Я же все-таки в Швейцарии купила целый пакет вкусняшек для лошадок. Вот так, мои хорошие. Увидимся. Че тут у меня пришел? Делать тебе вертеп? Ну ладно, умывается, умывается. Никак меня одну не оставай. Мой золотой, мой сладкий, мой сладкий кот любимый. Такой любимый, такой любимый. Ну пока. До встречи в следующем эпизоде. Прогулка по нашей деревне. На Рождество в Италии делают презепи. То есть вертеп с крестьянами. Вертеп – это ясли, где родился Иисус Христос. И кто как может украшает. Вот мы пришли посмотреть одно презепи самодельное у наших соседей. Вот так сказать, можно сказать, это лес. Женщина куда-то идет. Дети гуляют. Овечек пасут. Вот здесь стойлер работает. У него тут деревья, деревянные плашки. Озерцо сделали. Вообще молодцы. Маленькие домики поставили. Люди гуляют. А вот это вот самое как раз ясли, где родился Иисус Христос. Я близко подойти не могу. Немножечко вот так сделаю. Вот он лежит в ясельках. Уже родился. Звезда уже упала. Вот. И он теперь земной житель. И вот тут волхвы, которые ему дары принесли. Вот с дарами стоят. И там местные жители тоже приносят подарки на Рождество. Домики в горах. Где-то, наверное, и наш домик стоит. Вон тот беленький подальше. Церковь. В общем, они сделали миниатюру даваньи. Вот если посмотреть на церковь, которая вдалеке. Наша даваньская церковь. И здесь в Презепе отображается это. Тоже вот вилочки стоят. Церковь. Лесок. Люди работают. И, конечно же, конечно же, кто еще может быть? Бабу Наталья. Дед Мороз. Бабу Наталья. Бабу Наталья. Вот. Сейчас я вам покажу. Экочка. Приехал. На оленях. А олени-то какие шикарные. Надо же так сделать. Из чурбачков. Олешики. Вот. Один. Два. Три. Баба Наталья что-то немножко перепуганной. Ты не бойся, мужичок-старичок. Я просто видео снимаю. Я тебя не обижу. Подарков мне тоже не надо. Мне уже подарили. Отнеси все деткам. Ну и елочка стоит. Мы немножко в светло. Еще пришли немного светло. Поэтому елка не горит. А вечером мне вон сказала приятница, которая меня сюда пригласила. Говорит, вечером все светится и сияет. Вот. А сделали... Это при зепи. Вот люди живут в этом вот доме. Вон мои друзья. Вон Хельмут. Моя подруга Дайна. И ее друг Этторе. Всем хорошего денечка, вечера и утра. Смотря кто когда смотрит. Забыла школьную математику. 1223. Отнять 1023. Получается сколько? 800, да? В общем, 800 лет при зепи. Ладно. Это мелочь. Все равно много. Сейчас мы с вами откроем цифру 6. Посмотрим, что мы будем сегодня пить. И откроем подарок. Вот Хельмут уже тут в обнимку сидит. Прям мечтает все подарки сразу открыть. Но я его сдерживаю. Он все ходит, ходит вокруг этой коробки. Кажется целый день. Вот. Но у меня, по-моему, побольше силы воли, чем у него. Открываем цифру 6. 6. Ой, зекс. Зекс. Я, когда приехала в Германию, все время говорила секс. Меня все поправляли. Не секс, зекс. Ну, зекс. У кого зекс, у кого секс. Не открывается. Прям секс натуральный. Ладно. Пошутила. Так. Это у нас какая-то странненькая. Вот я уже вертеп опять сделала моему этому господину. Странненькая какая-то. Смотрите. Она от светлого. Переход к темному. К темно-малиновому. Видите. Сейчас открою. У вас на глазах. Очень плохо, кстати, открывается. Вот тут вот прям приклеено. Вы знаете, вот то, что не надо, заклеить. Так заклеить, что не откроешь. А то, что надо, чтобы не разбилось или не потерялось, заклеить, абы как. Вот, смотрите. Такая вот какая-то штучка. Какой цвет. Серо-буро-малиновый. Сейчас посмотрим. Бросаем в воду. Я сегодня, кстати, ложку принесла. Сейчас будем сидеть, нюхать. Ой, как обычно запахи. Он уже чувствует. Он уже чувствует. Дыня, да. Правда, прям. Вот эти вот коробочки открываешь. Из них запах. Жалко вам никак не понюхать. Ну, поверьте на слово. Запах очень хороший. Кстати, вкус хороший. Состав тоже неплохой. Одни витамины. То есть, сказать ничего не могу. Я сегодня даже ложечку большую взяла вот такую. Чтобы помешать, чтобы побыстрее растворилось. Вот. Пока он тут растворяется, мы сейчас откроем подарочек. Чарльз? Чарльз? Ага. Шесть. Так, что сегодня нам преподнесет? ЗИКС. О, ЗИКС. АУХ ЭНГЛИШ, я? Ага. Никак не достанется. ЗИКС. Вот такая цифра. Что-то тяжеленькое. Открываем. Че-нибудь мне. Че-нибудь мне. Че-нибудь мне. Че-нибудь мне. Ура! Мне! Ура! Беленькая. Оу! Даже Хельмут обрадовался. Беленькая. Что это такое? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Раньше очень много пользовалась, когда загорала много в Соренто. Постоянно пользовалась лосьонами для тела. И вот у меня был дав. Мне очень нравился. Очень хорошо. Будем пробовать. Хорошо, что маленькими дозами, да? Как тут? Ой, ребята. Очень хороший запах. Замечательный. В общем, я сегодня довольна. Еще бы отгадать, что пьем. Ну, Хельмут уже сказал. Мне кажется, на самом деле это будет дыня. А что это он не закрывается? Ох, бестолковая. Неправильно закрывала. Ура, ура. Сегодня мне подфартило. Цвет такой приятный. Букочки. Такой вот цвет. Видите? Вот, теперь нальем. Сначала моему шапцу. Поставьте коробку-то на пол. Штельдорт. Он теперь так и будет с ней сидеть. Пока не скажешь, не сделает. Мужчины. Ага. Будем отгадывать сначала. Чин-чин. Ост. Ой, какой запах классный. Мелона? Да, похоже на дыню. Но, по-моему, с чем-то. Игла выметает вас. Най? Удернур мелоны. Да. Ну, милона. Он говорит. Он любит очень дыню, поэтому я склонна ему верить. Я дыню не очень люблю, честно говоря. Вот. Так, хорошо. Думаем, что это дыня. Он думает, что это дыня. А я думаю, что это дыня с чем-нибудь. Смотрим, где у нас картинка. Где у нас картинка. Ягода малинка. О, божечки. Айсте. Айсте. Дринг. Айсте. Айсте. У нас уже был один айсте. Нет, шанс. В общем, по-моему, мы оба не угадали. Nein. Es weiß es das. Айсте. Grunerté. Цитроны. Он и дзукер. Зеленый чай. И лимон. Вот чего. Не угадали. Не он. А кто? Ну, я сомневалась немножко. Ну, как-то вот поверила ему. Вот мужчине поверь. Все, надеюсь, что это не оно. Ну, очень было похоже на дыню, конечно. Но я что-то засомневалась. Да, тут только три айсте. Персик. Но это не персик был. Блюбери. Но это тоже не оно было. Айсте лимон. Вместе с зеленым чаем. Да? Вот так. Ну, что ж. Ничего страшного. Все равно вкусно. Кстати, очень замечательно. Я вот... У меня нет регламы на канале, да? Но если вдруг вы увидите вот такие вот кубички, Покупайте. Честно говоря, вкусные. И если судить по написанному, здесь очень много витаминов. Вот, например, мы сейчас айсте лимон. Ой, так мелко. Только вот очень мелко. Видите? Прям совсем крохотные буковки. Вот как их читать? Вот мы сегодня какие витамины пьем? Нет. Даже и стараться не буду. Даже стараться не буду. Витамин С. Вот, вот, вот. Витамин С и неочин какой-то. Что за неочин? Что за витамин? Неочин. Витамин С я знаю, а неочин не знаю. Может быть, вы кто-то знаете? У меня вы умные все такие. Подсказываете? Вот. И что? По традиции, уже заведенной, каждый вечер, желаем... Подожди, торопыга. Церство смахаем. На здоровье. Желаем вам крепкого здоровья. Это, во-первых, потому что пьем витамины и желаем вам крепчайшего здоровья. Ну, и все, что прилагается к этому. Ну, варь-то инбийский, нах. Ой. Подавился петушок бобовым зернышком. Надо ему сказку почитать и перевести. Ладно. Пускай пьет. Он быстрее, 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 пока я болтаю, быстрее, быстрее, побольше выпить. А то мне отдает все. Потом отдает все, когда уже на донышке. Это все так, твое, дорогая. Ладно, спасибо, дорогой. Ребята, извините уж тут за шутки, за каламбур. Мы сегодня какие-то вот такие немножко вчера, вчера были чуть-чуть расслабленные. Сегодня немножко вроде пободрее, потому что я сегодня нигде не копалась, не ковырялась, ничего не делала. Ну, делала, конечно, но такие вещи не очень трудоемкие. Так что, вроде как, у меня сегодня сил побольше, даже пошутить. Вот. Еще раз желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, всего-всего доброго, придоброго, всего, вот знаете, я человек очень сердечный. От всего сердца желаю вам всего только самого хорошего, всего, что вы сами себе желаете. Кто зашел к нам в гости, просто так, посмотрите, подписывайтесь на наш канал. Будем вместе путешествовать, подарки открывать, болтать, огороды городить. Ну, в общем, все, что мы делаем, будете принимать участие. Мы очень любим, когда нам ставят лайки, пишут комментарии, мы отвечаем. Я всем-всем отвечаю. То есть, всего вам доброго, друзья. А мы с вами сейчас прощаемся до завтрашнего вечера. Завтра опять пьем. Каждый вечер пьем. Не спится бы. Не спится, не спится, не спится бы мне. Что-то я сегодня распелась. После патоки то с имбирем. Пока-пока. С вами были Надя и Хельмут. Из деревни Муран и Гор. Не подумайте плохого. Я пила сегодня только вот это. Наверное, витамин С и так подействовал. Всего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok